Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема дня. Рязань – город трудовой доблести. Теперь официально. Судьба патриарха. Что делать с трехсотлетним дубом в Центральном парке культуры и отдыха, городские власти решают вместе с экологами. Его закаты и рассветы. Рязанский фотохудожник отправит вас на край света. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Рязани и еще девяти городам страны звания «Город трудовой доблести». Напомним, решение об этом де-факто было поддержано главой государства на Оргкомитете Победы. Теперь же оно существует и де-юре. Всего же на соискание звания заявок было 29, 10 из них отобрал экспертный совет. Помимо Рязани – это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. В городах трудовой доблести устанавливают стеллу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. А также проводят публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. В Центральном парке культуры и отдыха сегодня решали судьбу великовозрастного дуба. По некоторым прикидкам ему около 300 лет. Дирекция благоустройства и вместе с экологами считают дерево аварийным. Однако спиливать его еще рано. Шансы продлить жизнь еще есть. Рюмина роща – популярное место для прогулок. Всего на территории парка несколько десятков дубов, возраст которых перевалил уже за 100 лет. По оценкам специалистов, возраст этих дубов составляет от 120 до 150 лет. За исключением дуба остальные деревья в более лучшем состоянии. Какие-то чуть хуже, какие-то в очень хорошем состоянии. Но, тем не менее, на сегодняшний день у муниципальных служб вызывает опасение именно вот этот экземпляр, который мы наблюдаем в течение нескольких лет. Вот этому дубу по самым скромным подсчетам порядка 300 лет. В народе его даже прозвали патриархом. Но вот при ближайшем рассмотрении оказалось, что сердцевина дерева уже наполовину сгнившая. Несколько лет назад дерево пытались реанимировать и предотвратить дальнейшее разрушение. Но все попытки оказались тщетными. И прямо сейчас вопрос о дальнейшей судьбе дуба стоит особенно остро. Многие рязанцы и гости областного центра часто фотографируются рядом с этим памятником живой природы. Но, по словам экспертов, это вполне может быть опасно для жизни. То есть, первый момент. Мы просим дирекцию благоустройства города установить сигнальную ленту вокруг дуба и по возможности закрыть отверстие для доступа. Эти меры сегодня необходимы до проведения исследований. Для того, чтобы решить, насколько целесообразно и безопасно все-таки сохранять 300-летний дуб, придется проводить дорогостоящую экспертизу. Дерево аварийное, это уже по факту есть. Но если провести комплекс исследований с помощью приборов и по специальным методикам, можно доказать, что дерево, или, по крайней мере, уточнить, насколько оно жизнеспособно и как долго оно может простоять. К сожалению, здесь приходится консортировать факт, что бюджетными средствами вряд ли обойдемся. Здесь, наверное, все-таки нужно будет приглашать наших бизнесменов, которые помогут в этом деле. Пока же дерево решено оградить от людей специальной сигнальной лентой. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Взрывотехники Росгвардии вновь обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной. В этот раз находок было несколько. В основном мины того времени от греха подальше их ликвидировали. Это только один из найденных боеприпасов времен Великой Отечественной. Нашли аж три таких во время дорожных работ в селе Ратманово, что в Ряжском районе. Две минометные мины калибра 82 мм плюс одна калибра 50 мм. Снаряды время не пощадило. Все они подверглись коррозии. С соблюдением мер безопасности сотрудники ОМОН вывезли каждый из боеприпасов в безопасное место и уничтожили. Что 50 мм, что 82 – это мины советские. Притом последние использовались именно для артиллерийской поддержки. Оттого находок таких может быть немало. А вот 50-мм снаряды активно применялись только в первые годы войны. На практике пришло понимание, что количество минусов перевешивает плюсы. Например, дальность огня всего несколько сотен метров. То есть минометные расчеты подходили к врагу на расстояние выстрела из стрелкового оружия. И это только один из примеров. Поэтому 50-мм ротные пулеметы сняли с производства и вооружения Красной Армии уже в 43-м. Тем не менее, партизанские формирования использовали их вплоть до окончания войны. А сами снаряды можно обнаружить и сейчас. Именно поэтому взрывотехники и рекомендуют при обнаружении подозрительных предметов не трогать и не передвигать их, а сразу обращаться в экстренные службы, в избежание трагедии. 11 сентября церковь празднует усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Традиционные богослужения прошли в Рязанской церкви, названы в его честь. Одному из самых старых зданий. История храма в честь усекновения главы Иоанна предтечи схожа с легендой о корабле Тесея. Дело в том, что здания начали строить в конце средневековья, когда рязанский епископ Иоанна II перенес в Кремль архиерейскую кафедру. С тех пор это место становится духовным центром метрополии. Единственный недостаток заключался в том, что пусть храм и был построен рядом с архиерейскими палатами, стоял он отдельно от них. Все изменилось в 1647 году. Тогда по Рязани прошел большой пожар, который уничтожил не то, что деревянные постройки, но и повредил каменные строения. Палаты были разобраны, и впоследствии, уже в середине 17 века, при священном ученике Мессаиле, стали строиться новые архиерейские палаты, ныне существующие. А вот что касается храма, то он, значительные части этого храма уцелели. И они были встроены в новый храм, возобновленный в честь усекновения главы Анны Претечи. Но теперь этот храм был уже нераздельной частью палат. То есть это тоже был архиерейский храм, но мы говорим о том, что это один из древнейших храмов на территории нашего Кремля. Потому что он был построен не позднее 1521 года. После Советский Союз. Здание передают в оперативное управление Государственному музею, так что действующим храм станет не скоро. Освящен он был только в 2010-м. В его стенах образ самого Иоанна Претечи, а также частица его мощей. Песня. 11 сентября, в день усекновения главы пророка, церковь напоминает об обстоятельствах, при которых был убит сам пророк. В то время Иоанн был заключен Иродом в темницу. И как-то последний отмечал свой день рождения. По старой традиции устроил пир. Изрядно пьянев, он пообещал танцовщице, что выполнит любое ее желание. Девушка была дочерью Иродиады, жены брата Ирода, с которой он незаконно сожительствовал. Ненавидевшая Иоанна Иродиада подговорила дочь попросить главу пророка на блюде. Царь свое обещание выполнил. И мало того, покаяться он призывал, он еще и говорил, и сотворите плоды, достойные покаяния. То есть мало нам прийти в храм, прийти на исповедь, покаяться в свои греха. Нужно еще выйти из храма, избавиться от этих грехов, постараться, чтобы они больше никогда не приходили в нашу жизнь. И вот тогда это действительно будут плоды, достойные нашего покаяния. Именно в связи с усекновением главы пророка Иоанна в России 11 сентября объявлен еще и Днем Трезвости. По этому случаю в Предтеченском храме, как и во всех других, возносились особые молитвы о страждущих недугом винопития или наркомании. В галерее при уровне Шторгбанка открылась выставка путешествий Андрея Кондратьева. Автор – рязанец, но рязанским фотолюбителям и профессионалам его имя пока что мало что скажет. Это первая персональная выставка Андрея Кондратьева, хотя фотографией он увлекается с детства. Всегда любил снимать пейзажи, много фотографировал в поездках, но съемка была только частью путешествия, а не целью. Все изменилось в последние четыре года. В какой-то момент решил, что надо целенаправленно ездить конкретно по местам интересным с точки зрения природы, пейзажа и снимать в определенное время на закатах, на рассветах. Полагаюсь, на гида, с которым провожу поездку, он показывает самые лучшие локации, потому что с точки зрения восхода, заката, нужно понимать, где остается солнце, где, соответственно, садится солнце. Как лучше освещена та или иная местность. Поэтому, по сути, есть уже готовые локации, на которые мы приезжаем и выбираем ракурс. Многие из работ, представленных на выставке, сняты с квадрокоптера. Это значит, что увидеть такой пейзаж своими глазами, не поднимаясь над землей на воздушном шаре или самолете, просто невозможно. Чтобы сделать удачное фото, приходится несколько раз менять ракурс, искать лучшую точку, с которой открывается красота места. Далеко не все виды самые удачные можно получить, стоя на земле, со штатива. Это либо приходится забираться на высокую точку, какой-нибудь холм, какая-нибудь гора, которых не всегда есть. А вот квадрокоптер – это всегда под рукой техникой, которая может подняться на любую нужную высоту. Стоит подольше задержаться у работ Андрея Кондратьева и мысленно можно очутиться где-то на краю света. Посетителей выставки «Планета Земля. Путешествуй и удивляйся» ждут камчатские вулканы, встречающие рассветы в розовых облаках. Закованный льдом Байкал и припорошенные снегом утесы, которые напоминают не то мамонтов, не то носорогов. Алтайские разноцветные горы. Возможно, кого-то эти фото вдохновят на реальное путешествие. Потянет ли вас от видов Камчатки Алтая в дальние края? Предлагаем проверить, посетив выставку. Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов избран президентом Российского центра Международного союза деятелей театров кукол УНИМА. Об этом стало известно на отчетно-выборной конференции Союза, предварявшей основную программу 19-го Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». За Кириллова был отдан 191 голос из 194. В этом году фестиваль проходит в 19-й раз, в целом же ему 34 года. За это время у нас побывали сотни кукольников. В этот раз на рязанских сценах свои спектакли играют гости из Беларуси, Казахстана и даже Мексики. Фестиваль «Рязанские смотрины» давно стал неким профессиональным форумом. Помимо артистов в Рязань приезжают художественные руководители театров. Профессиональное общение – неотъемлемая часть рязанских смотрины. В этом году на фестивале состоялась конференция Союза УНИМА, где выбрали президента. А также избрали новый состав исполкома Российского центра УНИМА. Это очень почетно и очень ответственно. Мы, конечно же, волнуемся, потому что впереди много работы. Но, судя по тому, что премьера бумажной луны прошла успешно, я думаю, что и со всеми остальными вызовами, которые может нам эта работа подкинуть, мы обязательно все вместе справимся. В этом году, нельзя сказать, что это исключение, но в этом году видно особенно ярко, насколько разносторонняя, разнообразная программа. Мы получаем прекрасные отклики, благо сейчас есть социальные сети, и участники фестиваля могут познакомиться день в день с тем, что думает публика, что чувствует. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.3wgorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин